Приветствую вас, Аналим. Я, честно говоря, не знаю, какого именно ответа вы ждёте от психологов именно по своей проблеме, именно по своему вопросу, запросу, вот, потому что, ну, потому что, что, собственно, сам вопрос, да, как бы тело вопроса, что, собственно говоря, дополнения, как бы, ясности не вносят в ситуацию, да, вот, что есть. Почему девушка не отвлекается на привет? Ну, тут, мне кажется, всё очевидно, да, либо девушка обижена на вас, и поэтому она не отвлекается на привет, вот, либо она просто не хочет вам ответить. Возможно, в случае, конечно, что она испытывает к вам что-то вроде антипатии, вот. Такое тоже может быть, но мне кажется, что это, знаете, крайне маловероятно, вот. Вот поэтому девушка и, соответственно, я не отвечаю на ваше приветствие, вот, по этой причине. Эм, да. Дальше. 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 Конечно, чтобы вы сказали конкретно, как вы были ей интересны, вот конкретно. То есть как конкретно проявлялся её интерес к вам. Потому что лично я, лично я, вижу определённое противоречие в том, что вы пишете. Противоречие заключается в том, что девочка не может испытывать интерес к одному парню и при этом испытывать симпатию к другому парню. При условии, если этот интерес схожего характера. То есть если обоих парней она воспринимает именно как парней, как мужчин, да, а не как, там, например, друзей, да, личностей и так далее. А именно как мужчин, то есть как возможных партнёров для отношений. Вот. Знаете, какая история? И это вот, пожалуй, то, что, наверное, сильнее всего выбивается, как бы, из общего образа того, что вы описываете. То есть как такое может быть, что вы девушке нравились, но при этом ей нравился и другой парень. Тут либо разные симпатии, либо какие-то вещи, о которых вы не знаете. То есть, например, ну, например, да, просто, просто, например, например, девочка по-разному вас всё-таки воспринимала. Вот. Вы говорите про ошибку, да? То есть вы вот говорите про то, что ошибки совершили такую, ну, серьёзную ошибку. Не то чтобы я вам не верю, да? То есть я верю в то, что вы могли творить ошибку действительно. Но, поймите правильно, что человек, по сути своей, это тот, кто совершает ошибки. Это нормально. То есть для человека нормально совершать ошибки. Понимаете? В этом нет ничего странного. В ошибках человека нет ничего странного. В ошибках человека нет ничего ненормального. Вы могли ошибиться и это норм. Вопрос в том, что девушка оказалась не готовой принять то, что вы ошиблись, верно? Раз теперь у вас с ней нет отношений, раз теперь вы не взаимодействуете с ней. Так может быть. Она никогда и не была готова принять вас. Может быть, вы никогда ей не были интересны настолько, что, ну, чтобы принимать ваши ошибки. И в таком случае, чего стоит ваш вопрос, чего стоит то, что вы спрашиваете, чего стоят ваши переживания и так далее. Вот. Понимаете? И это нужно выяснить. Нужно выяснить этот момент. Чтобы вы сами знали хотя бы, что происходит, чтобы вы знали, чтобы мы знали, чтобы, может быть, даже девушка, может быть, знала о том, что происходит. Понимаете? Ошибки, еще раз повторю, это нормально. То есть, если вы извинились, да, если вы, там, объяснили девушке, что вы не хотели, что вы, там, не специально, что вы раскаиваетесь, например, и прочее, 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 прочее. Она все равно вас не принимает. Значит, она не хочет. И это говорит о том, что она к вам так относится. Вот так. Вот так негативно. Например. Понимаете? Какая история. И что точно вам решать, что вы будете с этим делать. Знаете? Исключительно вам решать. Здесь. Вот именно здесь, в этом аспекте, исключительно вам решать, как дальше себя вести и что вам дальше делать. Если хотите, вы можете продолжать ее добиваться. Если хотите, вы можете продолжать пытаться ее завоевать, вымереть, прощение и так далее. Но! Вы уже будете в заведомо проигрышной ситуации, потому что она будет выступать исключительно принимающей стороной. Она уже сделала вас виноватым. Понимаете? Вот. Вот. Вот эта позиция, по сути, манипулятивна. Вот. Я не знаю, насколько эта позиция осознанна, ну, сознательна, да? Насколько она это делает специально. Я лично думаю, что она это делает все же больше не специально, чем специально, да? Это получается не сознательно. Вот. Но вы оказываетесь в крайне невыгодном положении. Для себя. Именно вот сейчас, на данный момент. И вопрос опять же заключается в том, чего вы хотите. То есть, если вы хотите просто понять, просто понять, почему девочка не отвлекается на привет, да? Это одно. Но, если у вас есть к ней чувства, и вы хотите, например, быть с ней, это совсем другое. Это разные вещи. Понимаете? И, коли эти вещи разные, то и подход к этим вещам тоже разный. Поэтому, исходя из того, что вы написали, ааа, нельзя одна одна не сделать вывод о том, чего вы хотите. Вот. Ибо ответ, по сути, на вопрос, да? Аа, почему девочка вам не ответила? Он, он очень простой. По сути, она просто не хотела. Но вы это знаете, что она не хотела. Значит, вы хотите чего-то другого. Вы хотите какого-то другого, вероятно, ответа. Какого? Что вы хотите понять? Что вам не понятно в этом, в этом случае? Случа. В этой ситуации. Понимаете? Хорошо. Потому что, если девочка после ошибки, вашей ошибки, потеряла к вам интерес, как вы говорите, значит, интереса у неё к вам никогда не было. Это, мне кажется, самое главное в этой истории, что вам нужно для себя уяснить. Это, мне кажется, самое главное, самое главное для вас. Понять. Именно этот, этот момент для себя. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. А дальше уже исключительно только по уточнениям. То есть, дальше только исключительно, исходя из того, что вы хотите. Вот. Я думаю так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Важ copя! Продолжение следует...